МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Марш-бросок пенсионеров. Бодро и весело отпраздновали День пожилого человека в Воронеже. Мастер-классами и оздоровительной гимнастикой порадовали пенсионеров-волонтеры в Единой России. Новости из жизни города, региона, страны в обзоре сайта воронеж.ер.ру. Что изменилось в законодательстве, узнаете из рубрики «Ваш консультант». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 1 октября. Праздник людей золотого возраста. Международный день пожилого человека отмечают раз в году. Но забота о пожилых – дело не одного дня. Накануне праздника секретарь Воронежского регионального отделения партии «Единая Россия», член Генсовета партии, председатель Воронежской областной думы Владимир Митесов поблагодарил ветеранов за их неравнодушие и активную жизненную позицию и заверил – партия, дума и правительство будут и впредь уделять особое внимание людям старшего поколения. На территории Воронежской области реализуется проект под егидой партии «Единая Россия», проект «Старшее поколение». Речь идет о строительстве и развитии инфраструктуры. Воронежская область уверенно развивается, но люди старшего поколения должны иметь постоянную заботу, хороший качественный уход. Для этого мы строим и за основу взяли наш пилотный проект на уровне Российской Федерации. Один из таких пилотов и образцов для подражания – Липовский дом-интернат нового образца. Партийцы не только сопровождали реализацию проекта, работа ведется постоянно, теперь уже опекунская. В канун Дня пожилого человека в Липовском доме-интернате для престарелых и инвалидов высадился представительный десант в лице координатора партийного проекта «Старшее поколение» Александра Меркулова, председателя комитета Воронежской областной думы по труду и социальной защите на население Людмилы Ипполитовой и педагога в Центре дополнительного образования детей «Реальная школа». Все, что касается вашего дом-интерната, то он флагман, как бы, он был первым вот таким современным домом-интернатом открыт в нашей Воронежской области в 2011 году. И в целом вот в этом году будет открыт, это мы уже абсолютно уверены, средства уже все поступили, в декабре седьмой такой дом-интернат в селе Нижний Карачан Грибановского района нашей области. А в целом, еще раз буду говорить всю жизнь, что это детище инициатива Галины Николаевны Кареловой, поэтому многие вам завидуют, почему? Потому что таких домов-интернатов в России раз, два, три обчелся, а у нас в Воронежской области уже семь. Поэтому хочется, чтобы у вас здесь все было хорошо. А у вас и так все хорошо. Вот я и говорю, чтобы вот всегда у вас было такое хорошее настроение, чтобы вот всегда проходили такие мастер-классы. Педагоги реальной школы, это первичная организация партии, провели мастер-классы по шитью на шейных платков, печворку, валянью из шерсти. А воспитанники школы, которую возглавляет народный учитель России Альбина Золотарева, подготовили для подопечных дома-интерната подарки, сделанные своими руками. Вязанные мужские носки и шарфы, женские гольфы, платки и халаты, витражи. И тут ведь самое главное не столько подарки, сколько внимания. Хотя сказать, что все проживающие в Липовском доме-интернате обделены вниманием, это значит солгать. Мы убедились, что распорядок у посадельцев весьма плотный. Просто вот времени, другой раз хочет для себя отдохнуть, но не удается. То на репетиции, то на кружок, то еще куда-то. И вот так без конца. Представляете, ну не получается, вот чтобы вот сел и сидел, вот делать нечего. Такого нет. Все время мы заняты. Ну кружки у нас, умелые ручки, кружки потом мы рисовали здесь, вот готовили, у нас будет сценка, вот будем выступать на день пожилого работы этого человека. По поручению секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председателя Воронской областной думы Владимира Нетесова, депутат Людмила Ипполитова вручила директору Дома-интерната Валентине Ереминой почетную грамоту коллективу в благодарность за труд, заботу и доброту к пожилым людям. Практически все сферы проживания, которые можно только себе представить для пожилого человека здесь есть, они затронуты и они дают возможность реализоваться пожилому человеку здесь. И основным приоритетом депутата Воронской областной думы, члена фракции «Единая Россия», естественно, является социальная сфера и реализация проекта «Старшее поколение». Это несомненно, и это звучит постоянно лейтмотивом практически в работе всего депутатского корпуса. Общеизвестно, что население в России взрослеет, то есть средний возраст людей увеличивается. Во многом это является следствием положительной тенденции, в первую очередь роста продолжительности жизни. Тем не менее, с увеличением количества пожилых людей становится все более актуален вопрос защиты их прав и создание для них наилучших условий. На сегодняшний день Воронежская областная дума приняла законопроект о сохранении региональных льгот людям предпенсионного возраста, женщинам с 55 лет, с мужчин с 60 лет. Речь идет о сохранении и источника достойной оплаты их труда, когда они находятся на пенсии. От 40% от крайнего заработка на производстве, на последнем месте работы. И главная задача, мы сохраняем меры социальной поддержки и вводим дополнительные, сейчас рассматриваем это и проезд на транспорте, это и услуги ЖКХ, вот, и ряд других. Ну а чтобы активная жизнь продлилась как можно дольше, действуют школы здоровья, академии долгожительства. Такие клубы есть почти при каждом совете ветеранов, отделениях соцзащиты. Поэтому День пожилого человека в Воронежце отметили весьма бодро. Не зря же этот праздник совпадает еще и с Днем скандинавской ходьбы. В Управлении соцзащиты Советского района Воронежа успешно объединили оба праздника и уже который год подряд устраивают необычный мир. Спасибо большое. В этот знаменательный день, День пожилого человека, хочется пожелать всем нашим долгожителям, не очень долгожителям, приступившим определенный порог в своей жизни, пожелать крепкого здоровья в первую очередь. Это желаем мы лично, это желает наш спортпроект «Здоровое будущее». Ну так уж время показывает. В каждом времени есть любимые виды спорта, любимые виды занятий. Когда-то вязали, когда-то шили, сейчас активно ходят со скандинавскими палками. Почему бы не помочь, ввиду того, что это на самом деле стимулирует и к долголетию, и к активному образу жизни, к качеству жизни старшего поколения. Поэтому с удовольствием вручу эти палочки. Дистанцию выбрали небольшую. Две остановки в одну сторону и обратно. Среди участников марафона есть и те, кому 90 лет. Но они полны энергии и оптимизма. Впервые нам принесли эти палочки. Я не знала, что с ними делать, конечно. Это было впервые для меня. Ну, показали. Я попробовала и пошла. Я правильно хожу. Правая рука, левая нога. И так, как показали, так и хожу. Участвовали в этом марш-броске самые активные пенсионеры. Те, для кого старость, как вторая молодость. У нас есть активный костяк, который сам ежегодно знает, уже готовится к этому мероприятию. Других мы обзываем по телефону и тоже приглашаем принять участие, чтобы наш коллектив таких активных пенсионеров, которые хочут быть здоровым, которые стремятся к активному долголетию, чтобы их было как можно больше. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Встреча с избирателями личные приемы граждан поздравили воронежцев с Днем пожилых людей и Днем учителя. Заместитель секретаря Генсовета Единой России Евгений Ревенко на встрече с представителями ветеранских организаций региона обсудил ряд актуальных вопросов, касающихся современной социальной и политической обстановки в стране. Парламентарий в том числе рассказал о проекте консервации «Ротонды», который реализует Российское военно-историческое общество. Кроме того, здесь вы найдете консультации специалистов по самым животрепещущим вопросам граждан. График приемов депутатов – архив нашей программы. Путешествуя по сети интернет, не проходите мимо. Воронеж.er.ru МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рубрика «Ваш консультант» как всегда знакомит вас с самыми оперативными изменениями в законодательстве. Госдума одобрила законопроект о направлении средств коррупционеров в Пенсионный фонд России. Это будет еще один источник финансирования этого фонда. По расчетам экспертов, с 2019 по 2024 год из этого источника федеральный бюджет может получить около 1,8 миллиардов рублей. Речь идет о деньгах, конфискованных у осужденных по статьям коррупционной направленности, а также средства от реализации конфискованного у них имущества. Госдума приняла президентский законопроект о защите людей предпенсионного возраста. И теперь вводится уголовная ответственность работодателей за отказ от приема на работу таких людей или их увольнение по этой причине. Конечно, в основном будет применяться норм административной ответственности, а уголовной в самых вопиющих случаях. В парламенты всех 85 субъектов России внесены законопроекты о сохранении региональных льгот для людей предпенсионного возраста. Как и в Воронежской области, во всех регионах страны этими льготами региональными будут пользоваться с 55 лет женщины и с 60 лет мужчины. Перечень льгот, а также эту и другую информацию вы можете найти в разделе «Ваш консультант» на сайте Воронежского регионального отделения партии «Единая Россия» в воронеж.er.ru. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова